Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и как обычно мы с вами встречаемся, дабы проанализировать все происходящее. Очень много событий в мире, в стране, они по-разному на нас с вами влияют, и, конечно же, наша задача разобраться, установить причинно-следственные связи и найти ответ на вопрос, а что с этими знаниями делать далее. И вот наши гости, это люди, которые всегда нам помогают проанализировать, расставить акценты. Григорий Тамар сегодня у нас в гостях, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, рада вас видеть. Я также напоминаю, что Григорий есть автором YouTube-канала, на который вы можете подписаться и также следить за новостями и аналитикой. Это важно, друзья, потому что очень много информации, и в ней важно разбираться. Я бы хотела начать наш с вами разговор с того, что происходит в Израиле все-таки. Появилось сообщение о том, что Хамас и Израиль сделали противоречивые заявления по ГАЗе. Об этом сообщает BBC. Глава Политбюро Хамаса, это палестинская группировка, которая признана террористической в США и в Евросоюзе, Исмейл Ханья проинформировал о решении по телефону премьер-министра Катара и главу египетской разведки о якобы согласии на прекращение огня в секторе ГАЗа. Значит, Доха и Каир выступают посредниками в сделке, которая, среди прочего, включает в себя обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Ранее катарские и египетские представители переговорщиков предлагали Хамас соответствующее предложение о прекращении огня. В свою очередь, израильский чиновник в разговоре с Reuters заявил, что посредники передали палестинской стороне смягченное предложение Египта. Для Израиля оно неприемлемо. Другие детали о реакции Израиля не приводятся. Расскажите нам, какова ситуация именно в этом вопросе по состоянию на сейчас? Что мы можем говорить и что мы можем увидеть в сводках новостей уже завтра? Дело в том, что, находясь в переговорном процессе с Хамасом, Израиль демонстрирует раз за разом полную неспособность вести подобный переговорный процесс. И было бы удивительно, если бы это было иначе, потому что Израиль является цивилизованным государством, которое функционирует в рамках правового поля. А Хамас является циничной, лживой, фашистской террористической организацией, которая, кстати, с завидным постоянством посылает свои делегации на самом высоком уровне к господину Путину на прием. И они обнимаются, целуются и друг друга очень любят. Ну, что же удивляться? А, может быть, об этом стоит напомнить сегодня как раз, когда в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста, что именно родоначальник палестинского нациалистического движения примерно лет сто назад, господин Аль-Хусейни был такой иерусалимский муфтий, впоследствии в 1941 году был принят Гитлером и получил от него в подарок золотую саблю и погоны генерала СС. Вот этот достойный человек, дальний родственник Ясера Арафата, которого потом так любили принимать в Москве, вот это родоначальник палестинского национализма. А Хамас – это верно его последователей. Поэтому кто там фашисты где находятся, и кто с фашистами дружит, и кто сам с фашистами является, я думаю, тут можно как бы уже понять, вот хотя бы даже из этого. Но в Кремле же у них же своя правда, они же историю используют как продажную девку, вот как там захотелось, так-так, собственно, как туалетную бумагу. Так вот, возвращаясь к ситуации, на данном этапе ни египтяне, ни катарцы не подтверждают официального обращения. И это очень тонкая информационная игра этой организации, которая в очередной раз достигает успеха. Началась она после того, как вчера, ровно сутки назад, по нашим позициям был нанесен минометно-ракетный удар, в результате которого погибло четыре наших военнослужащих. И наша армия после этого начала штурмовые действия Рафиеха. И, оказавшись перед лицом неминуемой гибели, хамасовцы вот пустили эту информационную утку. И у нас опять связаны руки. Теперь я просто объясню, почему вот последние две недели уперлись в переговорный тупик, вроде бы там договорились в каких-то вещах. Хамас требовал за освобождение их заложников, по количеству террористов, которые освобождаются из израильских кюрин, пришли, в принципе, к соглашению, там, в зависимости от того, это мужчины, женщины, один к 30, один к 50, вот это вот такса обменная. Но к чему не могли вот прийти к какой-то договоренности, хамас требовал израильских обязательств о вообще прекращении боевых действий. Израиль готов был дать гарантии паузы в боевых действиях, как уже было в прошлый раз, когда были переговоры несколько месяцев назад. И тогда хамас потребовал гарантий у Соединенных Штатов. И наши американские друзья, вместо того, чтобы заявить, вот, допустим, Байден, который говорил, что требование Израиля уничтожить хамас абсолютно легитим, так вот, вместо того, чтобы заявить, что это неприемлемо, что Соединенные Штаты никогда не предоставят таких гарантий за третью сторону, за суверенное государство, американцы ничего членораздельного не ответили. И ощущение, что наш союзник могущественный нас предает в такой ответственный час, оно сейчас у израильтян крепнет, это ощущение. Ощущение очень горькое, крайне несправедливо и подло, я бы даже сказал. И мы же не просим американцев за нас воевать. Мы прекрасно сами справляемся. Но не надо, мы же воюем 7 месяцев со связанными руками за спиной. Это же просто невозможно в таких условиях боевые действия вести. Какие прикладывались Израилям усилия, совершенно запредельные, чтобы минимализировать потери мирного населения, это отдельный разговор, наверное, не в рамках этого интервью, но добились потрясающих результатов, о которых американцы мечтать не могли. Они, когда штурмовали Масул, там количество, коэффициент потерь террористов по отношению к мирным было 1 к 7, 1 к 8. Кстати, кто-то в мире был озабочен этим, возмущался. А когда Путин выжигал огнеметами сирийские деревни, это вообще кого-то волновало? Так вот Израиль добился коэффициента 1 к 1,5. Это вообще впервые в истории войн. Такое. Ну, отдельный разговор, ладно, не будем вязать в подробности. Я надеюсь все-таки, что, ну, мы возьмем штурмом Рафиах в ближайшее время. В военном отношении вообще не вопрос. Кстати, Израиль для того, чтобы опять же минимализировать количество потерь среди мирного населения и выполнить свои обязательства, которые в свое время были с Египтом достигнуты при заключении мирного договора о невозможности введения тяжелой боевой техники в непосредственную близость от границы, разработал совершенно другие тактические методики. Вот тактические мы в очередной раз удивим весь мир, как уже и бывало. Я надеюсь, что Рафиев будет взят. То есть военного там вопроса не стоит, вопрос там исключительно политический. И что, конечно же, является моей мечтой, что в рамках этих штурмовых действий будут освобождены хотя бы некоторые наши заложники, те, кто еще живы и кого можно освобождать. Да, вы также упомянули о сегодняшнем дне. Я просто отмечу, мы с вами не раз говорили о том, что Украина солидаризируется с Израилем. И вот сегодня на странице как раз Генерального штаба ЗСУ, на официальной странице в Facebook, я буквально два слова добавлю, чтобы зрители тоже понимали. Значит, Збройные силы Украины в этот трагический и памятный день, который в этом году припадает на 5-6 мая 2024 года, солидаризируется с братьями и сестрами армии обороны Израиля и отдают память 6 миллионам невинных людских жизней, которые были потеряны в период беспрецедентной аморальной жестокости нацистов, которые были рождены нечеловеческими, коммунистическими практиками, кремлевских попередников, значит, которые продолжают сегодня в Украине во время геноцида украинского народа русскими, во время широкомасштабного вторжения Российской Федерации. Ну, это так просто, чтобы были определенные параллели у зрителей, чтобы они понимали, о чем вы сказали и о чем мы говорим. Если в продолжении тема... Послушайте, я обязан отреагировать. Во-первых, я благодарен украинскому народу и военным украинским коллегам своим украинским за такие слова, которые очень теплые, своевременные. Хочу отметить в этой связи, что Украина – одно из немногих государств, которые по пальцам можно перечитать, где не было ни одного пропалестинского митинга с начала войны. А также хочу напомнить тем, кто забыл или не знал, что вот, например, лидер палестинской автономии Абумазов, он защищал докторскую диссертацию, кандидатскую прошедшую диссертацию на тему отрицания Холокоста в Москве. И его научным руководителем был покойный Примаков. Это по поводу того, кто фашист, кто не фашист. Вот, понимаете, нельзя быть фашистом, когда тебе неудобно не быть, когда удобно быть. Вот, понимаете, нельзя быть фашистом наполовину. Либо ты диктатор, фашист, убийца, детей, и человек, который совершает военные преступления и взрывает водохранилище, чтобы затопить полстраны, либо ты действительно цивилизованный человек. Оно же не бывает поселительным. Так что еще раз спасибо народу Украины и военному Украине за эти слова. Они очень ценные и важные. В какой памятный день. Если в продолжение темы про палестинских митингов, почему это важно, вот сейчас попробуем тоже с вами разобраться. 7 мая уже начинается, значит, конкурс Евровидения. И, казалось бы, спросите вы меня, а почему я упоминаю конкурс Евровидения, причем здесь политика и война в принципе? Потому что организаторы ожидают, что в Мальме будут проходить про палестинские акции. Активисты требовали не пустить Израиль на этот конкурс из-за войны с Хамасом. Организаторы, естественно, отклонили эту просьбу. Также я знаю, что певица, которая представляет Израиль, она передвигается только отель на репетиции и только места, которые подразумевают ее участие в Евровидении, именно из-за угрозы безопасности. В Калифорнийском университете не так давно также случилась стычка, потому что были пропалестинские митинги и произраильские, и произошло столкновение в Германии. Не так давно полиция разогнала пропалестинские митинги. Вот эта волна подобного рода митингов, которая неразрывно сопряжена с угрозой безопасности даже отдельных конкретных лиц. Я привела в пример Евровидения, потому что совсем скоро к нему будет привлечено внимание очень многих людей в мире. И это еще один способ привлечь к этой теме внимание. Как вы считаете, не тревожна ли эта тенденция, не пора ли на нее обращать внимание? Я вам скажу следующее. Я сейчас с полной ответственностью заявляю как журналист, как военный историк, как офицер израильской армии в отставке. Мы считаем, что мы находимся на пороге возможного нового холокоста. Я вот в этот день это заявляю. Уровень ненависти к нам, которая спровоцирована бесконечной лживой фашистской пропагандой палестинских террористических радикальных организаций, а также неомарксистских, кремлевских, ультралевых и других организаций и агентов влияния, он бесконечен сейчас. Уровень ненависти, он бесконечен. Я не знаю, чем закончится история в Швеции. Я молюсь, чтобы наша делегация вернулась живая, невредимая оттуда, однако далеко не уверен, что это произойдет. Ни один израильтян не может туда поехать открыто выражать с израильским флагом поддержку своей стране, своей певицы. Просто это небезопасно. Просто это небезопасно. Шведская полиция не в состоянии и не заинтересована в том, чтобы обеспечить безопасность израильтянам. В Соединенных Штатах, как вы совершенно заметили, в десятках университетов прошли и проходят возмутительные антиизраильские митинги, они возмутительны не тем, что они антиизраильские, а тем, что на них призыв, прямой призыв к уничтожению государства. Вдумайтесь в содержание вот этой вот речетки «From the river to the sea, Палестина will be free». От реки до моря это вся территория Израиля, то есть они говорят, мы декларируем стремление к уничтожению Израиля. Их призыв к тому, чтобы испилить Тель-Авив, это призыв к геноциду. В считанных университетах полиция их разогнала, в основном полиция бездействовала, потому что у них там есть закон, который выводит в экстрадиториальный статус территорию университетов. В одном месте еврейские активисты действительно дали физический отпор. Мне очень жалко, что только в одном месте это произошло, но это тоже как бы, надо понимать, что их там потом арестовывала полиция, и это не то, что там им сошло это все, так сказать, с руки, все такое. Значит, поэтому я еще раз говорю, в этой ситуации, когда мы чувствуем, что наши союзники традиционные бросают нас фактически на растерзание, вот это вот фашист-вующий, но это даже не банда, это, понимаете, это война цивилизации, они же, европейцы не понимают еще, что это, они закончат с нами, они же потом выжгут всю Европу, они выжгут всю Европу, и вот сегодня еще не поздно, не поздно всем объединиться, всем здоровым силами. Я говорю, между прочим, о том, что смотрите, какая получается интересная ситуация, вот Украина воюет за свою жизнь и независимость, и мы завоюем за то же самое, у нас те же самые враги, те же самые друзья. Вот Иран, да, он же ваш враг, и наш враг, Москва, это ваш враг и наш враг. И я говорю о том, что сегодня должны формироваться, объединяться все здравые силы в Евразии и стать стеной на пути этой волны с востока, которая идет и сметает все на своем пути. Вот такие страны, если бы объединились, как Германия, Чехия, страны Балтии, Украина, Израиль, Финляндия, для того, чтобы совместно отстаивать свои национальные интересы, не какие-то придуманные, а просто на уровне остаться, существовать как цивилизация, как нация, как государство и объединить ресурсы. Смотрите, в таком бы союзе было бы все. Технологии, вооружение, людской ресурс, материальный ресурс, полезные ископаемые, все, это был бы непобедимый союз, и он бы пришел на смену НАТО, которая не функционирует, Евросоюзу, который непонятно вообще, какая их задача, с чего они пытаются, и такое ощущение, что главная задача это принимать иммигрантов из арабских государств, которые потом строят мечети и торгуют наркотиками. Либо мы найдем в себе силы объединиться, вот все евразийские здравые, здоровые вот эти вот силы, либо нас просто по одиночке передают. Давайте о заявлениях, которые звучали, они также были довольно-таки громкими, это уже в контексте войны в Украине. Значит, Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения Российской Федерации. Планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Рейдер. Об этом сообщает политику. Значит, по его словам, США не наблюдают изменений в стратегической силовой позиции России после того, как Москва анонсировала учение по применению тактического ядерного оружия. Это пример безответственной риторики, которую мы видели у России в прошлом. Ну и также продолжение как бы этой темы добавлю о том, что МИД Российской Федерации сделали заявление о том, что появление в Украине самолетов F-16 РФ будет воспринимать как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификаций. Ну и, соответственно, они объявили о том, кто будет проводить вот эти вот учения, тактические ядерные учения. Как нам это воспринимать как очередные пугалки или как уже безвыходность такую, в которую попала Российская Федерация и пытается уже сделать хорошую мину при плохой игре? Вот я вам говорил несколько минут раньше про лживую информационную игру «Хамас». Да. Вот то же самое, вот то же самое, понимаете? Одни и те же учителя на Лубянке учили. Вот «Хамас» учили на Лубянке, и вот, значит, ученики тех, кого на Лубянке, значит, тогда вот 40-50 лет назад, вот то же самое сейчас распространяют. И Путин первый из них ученик. Я сейчас поясню. Ну, во-первых, Россия не испытывала взрывное устройство ядерное более 30 лет. Не было испытаний активизации ядерного взрывного устройства. Могут ли они взорвать ядерный бейбепаст? Тактически могут. Думаю, что да. Могут ли они активизировать и взорвать, вот именно сделать ядерное испытание полноценное, как таковое? Не уверен. Почему? Потому что лет 15 после развала Советского Союза ядерная отрасль была, как и все остальные сферы их жизни, в полном запустении, коллапсе, называйте это как хотите. А это такая сфера деятельности, которая требует больших, последовательных и непрерывных научно-технологических и производственных усилий. Насколько они восстановили эту возможность или нет, я не знаю, но я беседовал с некоторыми специалистами в этой области, я сам не являюсь специалистом по ядерному оружию. Их оценочное мнение здесь, ну, скажем так, достаточно настороженное к возможностям России в этом плане. Я хотел напомнить, что около года назад приблизительно было много разговоров о том, что они должны были испытать ракету, они дважды ее до этого испытывали неудачно, его должны были быть испытания ракеты межконтинентальной, баллистической, на ядерном топливе. И об этом очень много говорили, тем более, что журналисты, как обычно, напутали там и сказали, что это с ядерной боеголовкой ракеты. А там двигатель был ядерный. И было об этом разговоров, и потом тишина. И вот никакого вообще ничего непонятно. Было испытание, не было успешно, прошло неудачно. Ну, что-то мне подсказывает, что если бы оно прошло бы успешно, об этом бы из каждого утюга в Москве. Может быть, такая всяколичная информация, но тогда, что же вы это анонсировали изначально? Не знаю, не могу сказать. Но вот сейчас, если это испытание пройдет неудачно, или они декларировали одно, а по факту произойдет другое. Вот, например, они декларировали что они взорвут взрывное устройство ядерное, а будет применен тактический ядерный. Это абсолютно разные вещи, кстати. Вот это само по себе, из этого можно делать выводы о их возможности применять оружие и сохранять свой ядерный потенциал в той форме, в которой они его позиционируют. Это, ну, скажем так, интересная информация, которая, ну, необходим ей отдельный анализ. Вот давайте посмотрим по результатам, что у них там произойдет. Подозреваю, что они опять отмолчатся, что опять никакой вот информации, или будет что-то очень вялое и, так сказать, неопределенное. Также МИД Российской Федерации угрожает Великобритании ударами по ее военным объектам. В МИД РФ вызвали посла Великобритании после того, как министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары по Российской Федерации британским оружием. Значит, по слову Найджелу Келли выразили решительный протест, а также озвучили угрозы ударами по британским военным объектам. Об этом сообщается в заявлении МИД России. Там говорится о следующем. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона. Как вы считаете, действительно ли Россия осмелится ударить по каким-то территориям или вооружениям Великобритании за пределами Украины? Ну, однозначно нет. Это первое. Второе. Ну, вопиющий цинизм со стороны британцев, что они признали ваше право, как будто это само собой разумеется. Слушайте, не вы напали два года назад на Россию. Россия на вас напала, вы защищаетесь. Естественно, тут не говорится о том, что вы можете там жилые массивы бомбить, да вы и не стремитесь к этому. Вы же наносите удары по объектам военной инфраструктуры и объектам, которые имеют отношение к понятию там нефтеперерабатывающей области. Это абсолютно легитимные цели в случае ответа агрессору. Но я хочу тут расстроить россиян. Английское оружие уже неоднократно применялось вами для нанесения удара по территории Российской Федерации. Поэтому они немножко запоздали. И следующее, что я хочу сказать, применение будет только шириться. Английское оружие очень высокого качества. Оружие значительно предусходит российское. И я думаю, что россиян в этом плане ждут дальнейшие неприятные сюрпризы. И можно так это прекратить немедленно. Можно немедленно прекратить все эти действия и применение оружия. Можно в одностороннем порядке немедленно отвезти войска к границам 24 февраля и сесть за стол переговоров о урегулировании конфликта. Я думаю, в этот момент все удары по российской территории прекратятся вот в ту же самую секунду, как последний солдат российский отойдет. Вот. Поэтому все очень просто. Все очень просто. Проще быть не может. Есть вещи простые. Вот это очень простая вещь. А иначе будут лететь ракеты. И не только английские, кстати, между прочим. И я хочу сказать, уже и ваши есть средства огневого поражения, которые применяются, и будет больше, они будут лучше, дальше, точнее и смертоноснее. И когда я говорил на второй день войны российским офицерам, безумцы, что вы делаете, прекратите это немедленно, это же все, это придет, надо мной смеялись, какой наш дом придет, мы через три дня будем в Киеве, ну вот, Киев за три. Да, это мы прекрасно слышали. Вот как раз о украинских средствах поражения ГУР уничтожил российский скоростной катер, им оказался Мангуст, это уже видео есть в сети, значит, украинские разведчики 6 мая с помощью водных беспилотников Магурова-5 уничтожили в оккупированном Крыму скоростной катер россиян, позже в Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что это был патрульный катер проекта 121-50 Мангуст. Катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами, как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций пояснили в ГУР. И в разведке добавили, что такие катера россияне производят с 2000 года. Судно достигает до 20 метров в длину и до 5 в ширину. Катер может развивать максимальную скорость до 50 узлов. И добавили, что уничтоженный катер ориентировочно стоил около 3 миллионов долларов. Насколько эти потери подрывают боеспособность российского флота, российской армии, и сколько нам еще предстоит проделать работы для того, чтобы не просто они в Новороссийск попрятали свой флот и в Абхазию, а в принципе не представляли угрозы в Черноморском, в акватории Черного моря. Нет, ну работы еще очень много в этом отношении. Послушайте, насколько мне известно, ну, к началу военных действий было 4 подводные лодки у них в Черноморском бассейне. Вы уничтожили Адмашт, да? Вот, например, в этот момент, да? А что касается надводного флота, ну уже сейчас они в целом попрятались в целом. И я хочу сказать, что есть стратегический результат. Есть стратегический результат. Вы сейчас активно вывозите предметы экспорта, прежде всего сырье и сирхозпродукцию с территории Украины. Почему они так долбят по Одесскому порту? Именно по этой причине. Потому что вы фактически возобновили, ну, вывели к объемам близким к довоенным количество морского экспорта. То есть все их вот эти вот брятся не оружием, мы вас там устроим вам блокаду, ну вот теперь блокады, они сидят в своих портах, боятся высунуться. Но вам предстоит еще много работы для того, чтобы доделать вот до конца, довести эту задачу, чтобы просто Черноморского флота больше не было. Смотрите, результатом этой войны должно быть ликвидация Черноморского флота как боевой единицы. То же самое, что было с Россией по окончанию Крымской кампании в середине 19 века. Черноморский флот перестал существовать на несколько десятилетий. Вот поэтому и вы толкую задачу в общем-то перед собой ставите. Самое интересное, что вы ее в большой степени уже достигли. И тут особенно интересным является факт, что у вас флота боевого какого не было от начала войны. Но вы применили совершенно другую тактику ведения боевых действий. В этом отношении вам, кстати, помогли ваши английские друзья, предоставив вам и средства огневого поражения, и, что самое важное, технологию, методологию. И вот благодаря вашим союзникам вы добились впечатляющего. То есть если на суше у вас дела идут сейчас очень сложно, на море вы однозначно россиян разгромили. С чем я и поздравляю краснознаменный Черноморский вход. В то же время НАТО сделало такую оценку и заявление о своих возможных планов и действиях на слушающие вмешательства третьих сторон в войну в Украине, таких, например, как Россия или Беларусь. В альянсе определили красные линии, стороннее участие в войне и военная провокация против стран Балтии, Польши или Молдовы, и также называют вступление в войну Беларуси. Это вот те красные линии, которые могут повлечь за собой участие Североатлантического альянса. Об этом сообщает Ла Република. НАТО может вмешаться в войну в Украине, если Россия привлечет к войне Беларусь или атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. В то же время глава военной контрразведки Польши Ярослав Стружек говорит о том, что Путин готов к мини-операции против какой-то из стран Балтии. Зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов. Временные рамки он не называет, только заявляет, что в случае нападения на НАТО реакция Запада будет еще больше. Ну, пока мы такой реакции не увидели, это первое. А второе, нам, конечно, немножечко обидно слышать в этом списке Молдову, не потому, что мы что-то имеем против Молдовы, а потому, что Молдова, так же, как и Украина, не является частью Атлантического Союза, и тоже так вот непонятно, как это расценивать. Получается, нападение на Украину не представляет такой опасности, и тогда НАТО помогает только припасами, и на этом большое спасибо, конечно же, но вот нападение на Молдову, это вот красная линия, получается. Вы знаете, я все время говорю, что ваша ошибка это то, что вы политически плететесь вот в хвосте евразийской политики внешне сейчас, и Путин вам постоянно диктует политическую повестку, он политически постоянно вас переигрывает. Вот что можно было сделать? А что, с Белоруссией не осуществлялись акты агрессии? Осуществлялись. Ну, это же смешно, просто даже как бы, так забавно, что сейчас они спохватились, а я считаю, что по факту Белоруссия находится в состоянии войны. Ну, если с ее территории наносить удары по вашему государству, а что это тогда? Это что, проявление дружбы? И я не знаю, почему до сих пор ваши спецслужбы и ваша армия не произвели апеллированные действия для смены политического режима Белоруссии. Вот это был бы такой удар по путинской вот этой вот доктрине, если бы вдруг в Белоруссии оказалось, что демократический режим прозападный, проукраинский, вместо фашистского режима Лукашенко. А тот факт, что у вас на границе находится группировка российская в Молдове полторы тысячи штуков, это что, нелегитимная цель? А может, настал момент уже исторически восстановить территориальную целость с Молдовы? Ну, вот, опять же, вот эти полторы тысячи российских военнослужащих, это что, нелегитимная цель для вашей армии? Они что там сидят до сих пор? Может быть, если бы вы сами вот инициировали какие-то, активировали политические действия, может быть, и Запад бы не через два года после начала войны англичане бы сказали, да, можно нашим оружием уничтожать оккупантов. Ну, большое спасибо, конечно, за то, что меня так признали. Просто, понимаете, тут же, как бы, когда идет война, ну, тут же не до миндальничания, это же не институт благородных девиц, поэтому надо понимать, что вы воюете с фашистами реальными, не какими-то там придуманными украноцистами, да, с реальными фашистами вы воюете, и у них логика, и этика, и поведение, оно фашистское, людоедское, и с ними невозможно, вот мы не можем тоже, вот мы воюем с Хамасом, невозможно воевать, как вот в наполеоновские войны, да, так не получается. Давайте вот представим, что Путин таки решился реализовать вот эту спецоперацию маленькую в какой-то из стране Балтии, о чем говорит глава военной контрразведки Польши. Каков будет ответ НАТО? то есть, как это будет выглядеть? Вот мы видели, допустим, там, не самолеты, а эти шахеды, которые залетали на территорию воздушное пространство Румунии, и там все долго очень сильно мялись, а залетел, а не залетел, а вот упал, а специально нет, да? Ну, то есть, как, насколько быстро может быть эта реакция, и насколько серьезная она может быть? То есть, давайте даже вот простыми словами, насколько Путин боится этой реакции? никакой реакции НАТО не будет вообще, вот забудьте об этом, НАТО это труп, НАТО это труп, может быть, реакция той или иной страны западной, может быть, реакция Финляндии, если будет финская территория атакована, и финская армия сильная, боеспособная, многочисленная, если надо, хорошо вооруженная, может быть, реакция Швеции, если на Швецию, тоже у них там есть чем ответить, скажем, французы, британцы имеют ресурсы, имеют возможности, в странах Балтии лихорадочно идет процесс милитаризации, и я надеюсь, что не хватит, ну, скажем так, воли к победе, в случае, если они подвергнутся агрессии, в Польше идет стремительно увеличение вооруженных сил, и Меркель благополучно уничтожила немецкую армию, и сейчас там идут попытки ее быстро реанимировать, это невозможно сказать быстро, кстати, я думаю, что немцам неплохо бы вспомнить, неплохо бы вспомнить, что вообще-то они часть европейской культуры, что вообще-то вот это вот количество муфельманских беженцев, которые строят там минореты, это не совсем немецкий путь развития, и может быть, настал момент к объединению всех евразийских сил, как я уже говорил, и может быть, настал момент, когда немецкую армию для быстрого восстановления своих военных возможностей будут обучать офицеры других государств, которые имеют боевой опыт, например, офицеры Украины, офицеры Израиля, вот я думаю, что наши две страны могли бы помочь немцам быстро восстановить свой военный потенциал. Да, и напоследок, не могу вас не спросить, инаугурация Путина, многие страны отказались туда ехать, Франция почему-то все-таки решила послать туда своего представителя, что тоже для нас большой вопрос, и на этом дефоне Макрон просит Си Цзиньпиня, который вот встречается с ним во время своего визита, надавить на Путина о завершении войны, после этого Си Цзиньпинь будет встречаться с Путиным, после инаугурации он туда приедет, ожидать ли нам новой волны эскалации после этого всего? Понимаете, вот дело в том, что вот трудно вам сейчас понять, но это так, как это ни странно для вас, возможно, на Западе до сих пор Путин является субъектом, политическим субъектом, потому что с их точки зрения это избранный президент там и так далее. И поэтому, конечно, грустно, что французы посылают своего представителя, но это вот понятно мне с точки зрения их логики, я понимаю, как у них работают мозги. И еще раз повторюсь, ожидать ли нам эскалации новой на фронте вот после инаугурации Путина, учитывая все... А сейчас то, что у вас на фронте, это не эскалация, это сейчас белая поляна с лебедями, это сейчас все хорошо, мне кажется, эскалация уже идет несколько месяцев и она будет только нарастать, пока вы просто не начнете выжигать западным оружием оккупантов, вот она будет нарастать. Да, к большому сожалению, Григорий, спасибо вам большое за разговор, Григорий Тамар, офицер оборонной армии Израиля в отставке, также военный журналист и военный историк, был сегодня у нас в гостях на Политеке, напоминаю, что также Григорий является автором YouTube-канала, на который вы можете подписаться, если вы интересуетесь аналитикой, мнениями, если вы хотите разбираться во всем, что происходит. Мы с вами обязательно увидимся в наших следующих эфирах, меня зовут Анастасия Гусарева, вы себя, Звучит музыка. Звучит музыка.